Привет! Вы на канале Смиру по факту, а меня зовут Александр Гришин. Сегодня я хочу вам рассказать о паразитах и монстрах в кино, которые вселяются в человека и либо начинают управлять им, либо изменяют его внешний вид, делая из него чудовище. Ну или просто используют его как инкубатор. За идеей ролика, а также за помощь в подборке материала, хочу сказать спасибо моему подписчику Михаилу. Ну а теперь поехали! Снутое помещение и наполнено гладкими объектами вроде яиц каких-то. Они плотно закрыты. Стойте, движение. Похоже они живые. Органика. Начнем с Чужого. Фильм, который со временем получил статус культового, и сейчас абсолютно каждый знает, кто это. Даже если и фильм-то не смотрел. Итак, существует матка, откладывающая яйцо, из которого со временем появляется паукообразная тварь, норовящая прыгнуть к жертве на лицо, обвить ее голове лапами и хвостом и запустить в рот эмбриона. Из-за этой особенности она и получила название лицехват. Эмбрион начинает бурно развиваться и расти, а для этого ему нужно много еды. Поэтому носитель эмбриона начинает пожирать все и в больших количествах. Затем эта особь выбирается наружу, прямо через грудную клетку, ломая жертвы ребра и разрывая плоть. Эту особь стали называть грудолом. После этого он буквально за считанные часы вырастает в огромного свирепого монстра. Но это вы и так прекрасно знаете. Идем дальше. Кукловоды. 1994 года. У Роберта Хайнлайна в романе «Кукловоды» действовал достаточно необычный вид паразитов. Имея форму комбалы, они присасывались к спине жертвы, а шилообразный хвост втыкали ей в спинномозговой канал вроде штекера. Несанкционированное подключение к нервной системе жертвы влекло за собой перепрограммирование ее мозга. Но не фатальное. Избавиться от опузы можно было, например, ударив зараженного сильным током. Существо полностью контролирует тело носителя. Оно может даже остановить его сердце в любой момент. А началось все с падения НЛО в небольшом городе США. После этого то тут, то там начали находить инфицированных. В этом фильме отошли от классической идеи захвата уничтожения пришельцами людей путем войны. В этом фильме захват осуществляется в какой-то степени скрытно. Фильм довольно неплохой, особенно если учитывать, что снят он в 1994 году. Факультет. 1998 года. В фильме «Факультет» происходит захват людей посредством инопланетных личинок. Действие фильма происходит в колледже Херрингтон в Огайо. Обычный школьный коллектив с преподавательским составом и учениками, среди которых есть и отличники, и двоечники. Но вот некоторые заметили, что тренер футбольной команды Уиллис и учительница мисс Уолсон очень сильно изменились. Вскоре начали меняться и другие учителя, и большинство учеников. Группа подростков объединяется в группу. У них появляется цель узнать, что на самом деле происходит. Вскоре случайно они поняли, что инопланетный разум в виде проникающих в тело людей-личинок начинает овладевать их телами, полностью подчиняя себе сознание. С помощью случая один из учеников узнает, что личинки погибают, если в тело ввести наркотик. Начинается борьба подростков с инопланетными паразитами. Но главная неожиданность фильма впереди. Оказывается, у инопланетян есть королева. Фильм «Скрытый» 1987 года. По сюжету, один из городков США накрыла странная серия преступлений. Совершенно безобидные и неконфликтные люди вдруг превращаются в беспринципных отморозков, которые совершают серии жестоких убийств и вооруженных ограблений. При аресте они оказывают такое вооруженное сопротивление, что в итоге сами же и погибают. Последним таким человеком становится Джек Деврис, ограбивший 8 банков из 6 магазинов и при этом жестоко убивший 12 человек. После ограбления очередного банка полиция преследует его и, наконец, загоняет в засаду. Однако, несмотря на обещанную перестрелку полицейских, Девриса выводит из строя только взрыв его машины. А сам он с многочисленными ранами и ожогами попадает в больницу святого Иосифа. Дедектора разводят руками. Рана Девриза несовместима с жизнью, но он все равно жив, хотя и в коме. В больнице он внезапно приходит в себя, после чего из его рта вылезает странное слизнеподобное существо, которое залезает в рот его соседу по палате, лежащему в коме после инфаркта. А сам Деврис после этого умирает. Тот мужчина через какое-то время приходит в себя и сбегает из больницы, сразу же начав творить беспредел. Закусывая однажды в кафе, он видит по телевизору репортаж о грядущем визите в город сенатора Холта, кандидата в президенты. И целью этого монстра становится заполучить тело сенатора. Скрытый – это хороший мистический триллер с элементами фантастики, с очень интересным сценарием, жуткой атмосферой. Он имеет оценку в 7 баллов на кинопоиске, и у него нет ни одной отрицательной рецензии. Фильм и в наше время смотрится с большим интересом, так что не пропустите. Фильм «Чужеродное вторжение» 2008 года. Начинается он с того, что в небольшой супермаркет, находящийся в отдаленном городке, врываются вооруженные бандиты в масках, которые сразу же убивают нескольких человек. Остальные стали заложниками. Но бандиты оказались не грабителями и не выдвигают никаких требований. Оказалось, что это вовсе не грабители, а ученые-исследователи, обнаружившие свидетельства о присутствии в здании чужеродных тварей. Монстры, предстающие в виде отвратительных на вид червей, являются паразитами, то есть внедряются в тела людей и управляют ими. Бойцы намерены установить, кто из посетителей и работников уже заражен. Вопрос о спасении кого-либо не стоит. Важно уничтожить опасных созданий и плевать на жертву. В фильм малобюджетный, тут практически нет никаких спецэффектов. Не стоит ждать от него многого. Но для разового просмотра вполне сгодится. Следующий фильм «Слизняк» 2006 года. В лесу маленького городка Уилси в штате Южная Калифорния падает метеорит, внутри которого находится внеземной паразит. Существо обнаруживает и заражает местного автомобильного дилера Гранта, развлекающегося в этом месте со своей любовницей Брэнда. Паразит полностью подчиняет и овладевает своей жертвой, которую начинает деформировать, попутно получив доступ к ее воспоминаниям и сознанию. Зараженный превращается в настоящего монстра с хвостом и щупальцами. Он прячет Брэнду в заброшенном сарае в лесу, где начинает откармливать мясом убитых существ. Она отъелась настолько, что превратилась в огромный шар, который затем лопается и из тела выходит на свободу сотни инопланетных слизней. Заползая в рот, они заражают людей. После этого почти весь город стал заражен. А так горстко у людей, что осталось, решил уничтожить того, с чего все это началось. Ну и напоследок расскажу о фильме, который я смотрел очень давно, и он мне понравился. Снят он по мотивам романа Стивена Кинга «Ловец снов». В центре сюжета четыре друга, которые отправились в лес, чтобы поохотиться. У них есть там небольшой домик. Двое из друзей встречают странного человека, бердущего в лесу и как будто раненого. Они приглашают его в дом. Мужчина крайне странный. У него сильнейшее вздутие живота, отчего он смачно рыгает и пукает. Друзья укладывают его спать, а сами выходят на улицу. Они наблюдают, что животные явно от чего-то убегают. А прилетевший вертолет сообщает им, что они в зоне карантина. Зайдя домой, они видят и кровавый след из спальни, где спал незнакомец. След ввел в туалет. Чуть позже выясняется, что внутри мужчины сидела какая-то тварь, которая вырвалась наружу, при этом убив носителя. Оказалось, что это тварь инпланетного происхождения. Она проникает внутрь из-за спор, вдыхаемых людьми. Эти споры появляются из грибков красного цвета, которые стали появляться повсеместно. Романы Стивена Кинга сложно экранизировать. Можно по пальцам посчитать действительно хорошие фильмы по Кингу. Хотя почти все его книги шедевральны. Фильм «Ловец снов» тоже не отнесешь к лучшим экранизациям романов Кинга. Но тем не менее, этот фильм все же чем-то цепляет. Если начать его смотреть, то втягиваешься и обязательно досматриваешь до конца. И как я уже говорил, мне фильм лично понравился. Ну а на этом все. В этот раз совместно с сайтом 100game.ru я хочу вам представить одну из лучших флэш-игр в жанре защита. Зомбо-бастер-райзи. В ней мы будем управлять героем с пистолетом, и нашей задачей будет отстрел зомби. Зарабатываем деньги и прокачиваем способности и умения героя. Но это еще не все. Нам в напарнике в дальнейшем присоединятся снайперша и ракетометчик, у каждого из которых свои особенности. Ну и конечно же их умения вы также можете прокачать. Это флэш-игра, и поэтому вы можете играть ее прямо на страницах сайта, не нужно ничего скачивать. Ссылки на игру, как всегда, в описании. Ну а я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok